В актовом зале Нининского аграрно-экономического техникума состоялась встреча активных представителей окружной молодежи с проректором МГУ имени Ломоносова, председателем правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации Татьяной Картава в рамках проекта «Диалог на равных». Председатель правления Фонда сохранения и изучения родных языков народов Татьяна Картава приехала со студентами МГУ и победителями молодежной секции ежегодного научного форума Ломоносов из Якутии. Ребята поделились проектами, которые они хотят воплотить и привлечь окружную молодежь. Здесь, когда я общалась с представителем молодежного центра, я увидела, что у вас тоже есть VR-технологии. Я также видела, что у вас есть даже VR-центр. И мы хотели бы вам предложить, возможно, с нашей помощью, у нас чуть-чуть дальше вам якобы расскажет поподробнее про VR, про культурно-образовательный центр, может быть, в данной технологии создать какой-то совместный проект и представить его на фестивале науки, это вот буквально в октябре, с 11 по 13 октября будет. Также на встрече Татьяна Картава рассказала о важности сохранения коренных языков народов мира. Планета, земной шар, говорит только на 11 языках. Между тем, на сегодняшний день насчитывается 7 языков. Языки – это объекты нематериального культурного наследия. А для нашей страны это очень важно, потому что мы многонациональное государство, и это наше достояние – культурно-языковое многообразие. Разве не интересно, что люди говорят на других языках, но они не только говорят, они и мыслят на других языках. «Диалог на равных» – это образовательный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проводятся встречи известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса с молодым поколением. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Вадим Стасюк, Телеканал «Север».